Девушки отдыхают В общем, мы собрались не в первый раз по этому поводу. Летний период особенно ярко это видно, потому что на улице города Кирова и не только на улице, в общественном транспорте мы уже даже это наблюдаем. Высыпало большое количество подростков, ходят они парами, надевают на себе яркие жилеты и в руках несут большие коробки, собирая денежные средства на лечение детей. В прошлом году была такая же серьезная ситуация и она была настолько серьезной, что по инициативе вашей, Владимир Валерьевич, по инициативе благотворительных фондов состоялось подписание декларации о несборе денежных средств на улицах. Ни для каких, вне рамок официальных мероприятий, ни для каких благотворительных целей. И это было абсолютно актуальное подписание, потому что на российской территории массово стали собираться деньги, которые уходили вообще непонятно куда. Непонятные компании в непонятных деревнях в Сибири зарегистрированные, без всякой отчетной документации. Огромные просто деньги собирались. А еще больше, что беспокоило нас всех, что задействованы в этом были дети-подростки 13-14 лет, которые видно было, что прошли обучение. Мы даже связывали с этими ребятами, которые без взрослых своих, ссылаясь на подработку летнюю, получали тренинги. Они очень профессионально вели себя, подходили к определенным людям, компаниям, на возражения знали, что отвечать. Причем достаточно резко, я даже сказала, борзо отвечали на твои возражения, что ребята, мы ваш, а мы, естественно, потому что здесь, около нашего офиса ходили, смотрели на эти фонды. Нет ни документации, нет ни отчетности. И настолько были заученные фразы, что ты смотрел на подростков, которые так зарабатывают деньги, и беспокоился за их судьбу, за их отношение и к благотворительным фондам, и вот к такой работе. И ситуация повторилась этим же летом. Еще раз сказал, новшества. Они стали работать в автобусах, в троллейбусах, собирать деньги. Насколько вообще такой сбор законен? Что скажете, Владимир Валерьевич? Ну, мы эту тему поднимаем действительно не первый раз. И не зря. Потому что я вижу массу сообщений в социальных сетях, когда люди не понимают, что с этим делать, им там пишут, а вы посмотрите СМИ, почитайте СМИ, там об этом давно говорят, но до многих это еще не дошло. Ну, я, во-первых, благодарен средствам массовой информации, которые активно эту тему, этот вопрос поднимают. Вопрос очень серьезный, очень болезненный. И всплеск вот этой активности, он у нас первый раз появился, прошел в прошлом году. Перед этим в течение года два подобных фонда заходили, но всплеск именно летней активности у нас был в прошлом году. Массовость. Массовость, да. В этом году массовость еще больше. То есть, существуют периоды, когда идет привлечение внимания очень активное через следствия массовой информации вообще к этому вопросу и к этой форме. Значит, эти фонды там уходят на какое-то время, притихают, наступает лето. Это период, когда у нас много действительно там незанятых подростков или студентов в матч-курсах, у которых много свободного времени, да, и, собственно говоря, среди которых можно набрать новых, ну, я не знаю, как назвать это. То есть, это в любом случае никаким образом не волонтерство. Мне еще называют себя гражданскими активистами. Реактор. Ну, это гражданские активисты, это только одной организации, это, могу назвать, аурея, которая заходила к нам, и если вы наберете ролики, посмотрите по стране, то есть, каждого региона есть репортажи о деятельности вот этих, так называемых, гражданских активистов. И большинство выводов, которые там есть, собственно, говорят, не в пользу того, что это благотворительная суперорганизация, которая там занимается. Более того, мы в прошлом году говорили о том, что отчеты деятельности там только за последние два года, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Просто люди, которые действуют вот по этой схеме, да, сейчас, как бы понимая, что это денежный поток, денежный поток, который пока не пересыхает, и этим можно пользоваться, подходят по-другому. То есть, если раньше это было, ну, просто там в чистую стопроцентное, там, забирание денег, то сейчас, там, какая-то часть, мы не знаем сколько, один процент, два, там, может быть, три, да, доходит до какого-то ребенка, и говорится, вот, смотрите, вот мы объявляли сбор, и вот эти деньги там, вот, были направлены туда-то. Проблема в том, что никто не знает, какие деньги, сколько этих средств, никакой, мы говорили, там, выемки или инкассации нет. В этом году, ну, вот, первый фонд, с которым я лично столкнулся, и начали приходить обращение к нам, это такие бойкие, бойкий десант у нас, таких девушек из Тольятти, был, когда приехало несколько человек, я лично беседовал, да, не скрываю, что они приехали на месяц к нам, после этого они едут в славный город Сыктывкар, этим же десантом, то есть, у них есть... Да, чёс такой, да, чёс такой, у них есть старший, там, значит, как бы сопровождение, я так понимаю, что некая, там, охрана, прикрытие, вот, мужчины, вот, они отрабатывают месяц в городе, и потом едут дальше. Вот, то есть, ну, есть другая, да, мы там и документы они показывали, и там, и полиция проверяла, это действительно не жители нашего города. И, лично на мой вопрос, что делают жительницы солнечного Тольятти здесь у нас, например, не в соседней Самаре, где город больше это, вот, не моргнул глазом, отвечает, прекрасный город, нам что-то так понравилось, как бы мы не знали, где это, а тут вдруг приехали, нам очень нравится, что мы должны отсюда уезжать куда-то, вот мы месяц поживем, вы нас тут потерпите, а потом мы дальше уедем. То есть, потом появляется следующая организация, потом вот эти же гражданские активисты, которые после пристального внимания общественности к ним, они немножко поутихли и исчезли, вот, тут опять, вчера я у филармонии видел и наблюдал картину, когда, значит, девушка очень активно, я бы сказал, даже агрессивно по детской площадке ходила к родителям с коробкой, я внимательно смотрел, то есть, два мужчины, которые были с детьми, тоже, мне сначала показалось, что хотели дать деньги, на самом деле, они достали мобильные телефоны, то есть, там, документы сфотографировали, которые они показывают, денег они не дали, долго разговаривали, то есть, я понимаю, что в определенной части населения уже есть, как бы, информация, есть мнение в этой деятельности, но при этом это действительно, Светлана, то, о чем вы говорите, это абсолютно стандартно построенные фразы, это выстроенные и прошедшие обучение люди о том, как нужно принимать возражения, что нужно отвечать, это фразы, которые начинают тебя сразу цеплять, вам что не жалко, вам что жалко денег на детей, вы что, ну, то есть, фразы, которые тебя чисто психологически, как бы, провоцируют на то, что, ну, неужели ты, там, вот, самый обездоленный, что у тебя нет, там, двух копеек, чтобы дать детям, неужели вам не совестно, что вот рядом, смотрите, только что дали, а вы не даете, и так далее, и так далее, ситуация с транспортом, опять же, у нас достаточно много людей звонят, и советуются, и просто поговорить о том, что с этим можно сделать, да, вот по транспорту, да, две точки зрения мы услышали, то есть, кто-то говорит, что, вот, мы были свидетелем, что их сразу высаживают, то есть, только заходят с коробками, есть часть кондукторов и водителей, которые сразу говорят, на нашей территории мы этого делать там не позволим, то есть, сразу высаживают, тем более, что они же не платят за проезд, то есть, они... Не платят они их? Нет, не платят, они заходят, ну, вот, все, с кем мы разговаривали, то есть, там, речи об оплате проезда не идет, то есть, они, мы, до следующей остановки, дайте нам... Вот, ну, и вторая категория, когда кондуктор, как бы, на них внимание не обращает, несмотря даже на, там, возражения пассажиров, вот, они спокойно, там, едут до следующей остановки, или две остановки выходят, и на следующем виде транспорта, то есть, вот, действительно, до этого года в транспорте у нас, они, там, не работали. Но, поскольку, на мой взгляд, первое, сейчас у них началась такая конкуренция и битва, там, за территорией. Между собой. Между собой, потому что, вот, одновременно, по городу, сейчас, ну, по нашим, вот, только, вот, по визуальным наблюдениям, и потому что, говорят, люди, как минимум, ходят 3-4 организации разные, то есть, одни, там, в белых футболках, другие в желтых накидках, вот, которые, собственно говоря, между собой стараются, там, вот, эту территорию как-то разделить, одни у филармонии, другие у цирка, третий еще где-то, вот, ну, потому что, если пойдут друг за другом, там, два участника разных организаций, то, наверное, там, и сбор меньше будет. Вот, но, там, схема, вот, вот, если посмотреть, она абсолютно одинаковая, абсолютно одинаковая, то есть, есть некий, там, набор документов есть, это то, о чем говорили, вот, это же гражданские активисты, если посмотреть, у них написано, где зарегистрирована организация, там, это село Уяр, если я правильно помню, там, Красноярского края, то есть, что это, где это, и что делают здесь, там, непонятно. Более того, если до этого года это были фонды, которые хоть как-то отличались от фондов, которые действуют давно открыто, да, не было до уровня, там, смешения, то, вот, буквально вчера Екатерина Чистякова, это фонд «Подари жизнь», вот, Слана, знаете, да, значит, она у себя опубликовала, и я тоже, там, разместил, о том, что появился клон, там, фона «Подари жизнь», который не имеет никакого отношения к фонду «Подари жизнь», но при этом люди точно так же ходят, начали ходить с ящиками для сбора средств, там, начиная с Ялты, вот, они пошли сейчас, вот, и вот эти фонды вынуждены просто тратить много времени для того, чтобы объяснять, что это не мы. У нас ситуация была, ну, не совсем такая ситуация, то есть, это сейчас не с ящиками идет, но чтобы было понимание, с дорогой и добра. Сейчас прервемся, через полминуты расскажем про эту историю. Владимир Шабардин, уполномоченный по правам ребенка в Кировской области, Павел Гуртов, директор благотворительного фонда «Наследие в Вятке». Мы сейчас рассказываем о том, как обстоит дело со сбором денежных средств, благотворительных на территории Кировской области, потому что очередной массовый выход подростков на улицы, одетых по-разному, представляющих разные фонды, я так в кавычке возьму, которые профессионально уже работают на улицах и собирают денежные средства на непонятных детей, для непонятных целей, с непонятными механизмами. И мало того, мы уже поняли теперь, по сути, потому что Владимир Валерьевич рассказал, что уже эти фонды делят территорию внутри, а не просто территорию по стране, и они подстраиваются под реальные, оказывающие настоящую помощь фонды. И вот мало того, что подстраиваются под большие федеральные фонды, такие, как «Подари жизнь», так подстраиваются уже и под региональные, которые всем известны на слуху, как «Сдорога добра». Да, ну, ситуация «Сдорога добра» там немножко отличается, но на примере этого, как действуют фонды, которые там хотят зайти. Вот у нас, я думаю, все уже слышали, да, и девочки у вас были в студии много раз. Девочки «Сдорога добра». «Сдорога добра», да. Значит, есть региональная организация родителей детей и инвалидов, которая называется «Дорога добра». Это очень хорошая организация, мы ее поддерживаем всегда с самого основания. На этой неделе у них открытие, там, завершающий, наверное, да, значит, нового центра, который они там развиваются. Сейчас несколько сотен детей города Кировой области через этот центр проходят, с которыми занимаются. То есть это организация, которая действует абсолютно прозрачно, легально, можно зайти на сайт, там и расчетный счет есть, и о том, как можно перечислить деньги. Ну, вот организация, которая имеет свое имя, и имя это белое, оно известно там на слуху. И, собственно говоря, когда там звонок предпринимателю, например, да, там «Здравствуйте», там «Здравствуйте», это «Дорога добра». Ну, для предпринимателя он это имя уже известно, это слышал, и, в принципе, негативных откликов о нем нет. Другое дело, если бы позвонил фонд, который мы, ну, например, фонд, наш новый фонд «Здравствуйте, дети». Кто это, откуда, не знает, да? Вот, и некоторое время появляется у нас там в Кирове организация, которая, значит, название «Дорога добра». «Дорогой», не «Дорогаю». Да, не «Дорогой», а «Дорогой». То есть вопрос, ну, сразу вопрос, то есть если люди, у людей есть намерение действовать там по своему направлению, действовать открыто, значит, вопрос, насколько необходимо вот это смешение брендов сразу, потому что вот «Дорога ее добра», сейчас они столкнулись с той проблемой, что им приходится объяснять, что вот это мы, а это не мы. Поэтому тот человек, который звонит, он звонит не от нас. Поэтому если вот у вас люди там просят там, не знаю, там, пять мешков цемента, то у нас ремонт-то уже сделан, то есть это они просят там не к нам и куда-то еще. То есть насколько там деятельность той организации и как она сейчас осуществляется там широко, мы не можем говорить и сейчас обсуждать не будем, но факт тот, что эта деятельность определенным образом сейчас влияет на деятельность вот этой изначальной организации «Дорогу и добра», причем влияет, ну, не в лучшем смысле этого слова. Ну, надо как понимать, что как с любыми мошенниками легче, вот когда звонят домой и говорят родителям, там, «Маша попала в аварию, срочно, там, ну, я тут вот, там, родители и с испугу». Чтобы решить проблему, нужна такая-то сумма. Да, с испугу, значит, это дело. Товарищ, просто перезвоните, что называется, родственникам. Здесь то же самое, перезвоните по официальному телефону на официальном сайте конкретной организации. Ну, вот, да, но во втором случае, чтобы было понимание, то есть это не, чтобы нас потом не обвинили, что мы называем мошенниками, это схема немножко другая. Я сказала, как? Как, да, нет, 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 немножко другая, то есть она зарегистрирована, да, организация, то есть там не говорится, что мы дорогою добра. Нет, мы народные, то есть вот это, там, разница в одной букве, но при этом сложно объяснить изначально человеку, которому там звонят, да, что вот это та организация или не та. А доказать умысел, что мы назвались так, чтобы нас могли путать? Ну, это нет, мы тоже недоказуемо, потому что они говорят, ну, мы тоже собираем деньги, мы тоже деньги будем. Вот, кстати говоря, про доказуемость и недоказуемость поговорим после посередины часа, да, вот почему, что именно позволяет таким организациям существовать. А сейчас мы Павла Гуртова подключим директора благотворительного фонда «Наследие вятки». Это фонд компании «Глобус», и в сети магазинов «Глобус» мы знаем очень давно уже есть прозрачные ящики, и в каждом абсолютно магазине на протяжении нескольких лет, и там очень люди жертвуют деньги. Расскажите, как вы действуете, насколько официально ваша деятельность, и с кем вы сотрудничаете, куда уходят деньги? Когда благотворительные организации организуют сбор средств на лечение детей, это получается таким образом, они дают людям, гражданам помочь этим детям, то есть обеспечивают этим механизмом. И здесь самое главное – это доверие, и не дискредитировать этот вопрос открытости, чтобы люди знали, что конкретно они помогают тому ребенку, который заявлен. И поэтому в данной ситуации все средства, собранные гражданами, абсолютно все до копейки, должны идти именно на те цели. Они не должны идти на какой-то процент на обеспечение деятельности фонда и так далее. То есть если деньги собираются на лечение ребенка, то они должны поступать именно тогда. Мы в этом вопросе сотрудничаем с Кировским отделением Всероссийского детского фонда, возглавляемого Валентины Павловны Ивановой. Почему мы это делаем? Потому что нас устраивает, и мы поддержим их систему отчетности, открытости и прозрачности этой деятельности. То есть средства собираются не как вот в ящиках у нас на улице ходят, ребята собирают деньги, куда, на кого они пойдут, как они вынимаются, сколько в этом ящике в течение дня они собирают, никто этого не знает. Ящики, которые висят в магазинах системы Глобус, вскрываются по мере их наполнения в присутствии представителей детского фонда, нашего фонда, в присутствии представителей магазинов. То есть это все под фотофиксацию фиксируется протоколом. То есть собрано там 9 321 рубль. И эти 9 321 рубль поступают на счет того ребенка, который написан на ящике, на кого они собираются, все до копейки. И более того, эти средства потом, помимо сбора, они не поступают даже родителям ребенка. Детский фонд заключает соглашение с лечебным учреждением, где этот ребенок проводит лечение, и все эти средства перечисляются сразу на счет лечебного учреждения. То есть таким образом абсолютно исключаются любые какие-то махинации. И жители нашего города, они просто по нашей отчетности, по деятельности видят это. И поэтому в магазинах Глобус сбор довольно-таки велик. В 2017 году было собрано 2 миллиона 700 тысяч. 2 миллиона 700 тысяч горожане пожертвовали через систему Глобус. Да, и все эти через систему Глобус и через Всероссийский детский фонд. И все эти средства до копейки пошли именно не просто на какой-то фонд лечения детей, а потом были детским фондом распределены. И этому столько, и этому столько. Вот если собрано там для Сережи столько-то денег, все эти деньги пойдут именно туда. Собрано там для девочки столько-то, они пойдут ей. Эти дети, они кировские дети? Ну, в массе своей, да, кировские дети. В большинстве своей, это конкретно, это кировские ребята. Вы знаете, я вот хочу тоже собственным опытом поделиться. Что касается соцсетей, хотела сказать. Я в последнее время, даже когда мне пересылают для распространения мои знакомые, и порой даже хорошие знакомые, сообщения о том, что вот там мама, папа, брат, сестра собирают деньги, там, на ребенка или не ребенка, я не перепощиваю эти истории вообще. Потому что, ну вот, потому что у меня сформировалось... Но ты чувствуешь подвох, да? Нет, я не чувствую подход, подвох. Есть опасность, что может быть... У меня сформировалось совершенно определенное отношение к этой истории. Я понимаю, что в России отработаны уже механизмы помощи, оперативной помощи людям через состоявшиеся прозрачные, белые, профессиональные благотворительные фонды. И это не тянется неделями, и буквально сразу в момент обращения официально эта информация может распространяться, и я им доверяю. Больше, чем даже своим там знакомым, которые мне перепощивают, потому что я знаю, что все мы люди, и можно нажать на какую-то клавишу в твоем механизме, на твоей струне какой-нибудь сыграть, и ты распространяешь эту информацию. И она массово сыплется таким образом, и я, когда меня даже в личке просят, я им отвечаю вот именно таким образом, что ты проси, пожалуйста, я этого делать не буду, а я тебе рекомендую эту штуку, этот пост отправить вот туда-то, и вот когда это произойдет, пожалуйста, я там перепощу. И даже я перестала это делать даже через то, что фонды не рассылают это через соцсети, вот таким образом, через лички. Все есть определенные каналы, и если ты человек в теме, я захожу сама на эти фонды, я вижу, что там есть, и я там могу пожертвовать, и мы лучше сделаем эфир, 10-20 тысяч эфиров на эту тему, для того, чтобы люди знали, где конкретно и как можно оказать помощь. Конечно, это не касается абсолютно близких тебе людей, когда ты точно знаешь ситуацию, но тебе тогда никакие сообщения-то не нужны, ты сам будешь в этом процессе. Но вот моя позиция вот такая сейчас, вот такая сейчас. И мне кажется, что вот эту культуру и правила работы с благотворительностью уже нужно осваивать не просто крупным коллективом, предприятием, предпринимателем, а буквально каждому человеку, потому что мы, слава богу, поворачиваемся к этой теме лицом. Люди стали жертвовать больше. И правда, несмотря на падение доходов у людей, жертвовать стали больше на разные вещи. И на детей, и на строительство, и на какие-то другие вещи. Мы все-таки более инициативными в этом смысле стали, и ответственными, потому что мы сами хотим чувствовать, что ты помогаешь. И поэтому, конечно, нужно для себя вот эти правила вырабатывать, а мы со своими программами стараемся вам помочь сформировать вот собственную культуру, собственную культуру личной благотворительности. Прерваемся сейчас буквально на полминуты. И дальше мы как раз хотели поговорить... Доказуемость. О том, почему существует в России еще возможность вот таким недобросовестным компаниям осуществлять сбор денег. Благотворительность настоящая и ненастоящая. Как разобраться и потратить деньги действительно на благое дело? Пожертвовать, я бы сказала, деньги на благое дело. Мы говорим об этом с Владимиром Шабрадзиным, полномоченным по правам ребенка в Кировской области, и Павлом Гуртовым, директором благотворительного фонда наследия Вятки. Но, кстати говоря, прежде чем мы расскажем о казуистике нашего законодательства, которое позволяет размножаться недобросовестным компаниям, зарабатывающим на благотворительности большие деньги, мы сейчас в перерыве как раз обратились к сайту Ауреи, той самой, которую поминаем постоянно, и активисты, которые ходят с ящиками по улицам и собирают деньги, чтобы сравнить примерно, сколько они могут собрать. Вот представьте, мы сказали, что за 2017 год система Глобус, вся большая система, собрала 2 миллиона 700 рублей. Жители города. Жители города Кирова через ящики пожертвовала 2 миллиона 700 рублей. Тысячи. Тысячи. А это просто висят ящики, никто туда тебя за руку не тянет, не говорит, ну что, вам жалко что ли, да как вам не стыдно, да посмотрите, у вас ребенок у самого. В общем, все то, что говорят наученные активистами, например, из Тольятти, подростки на улицах города Кирова. И в то же время мы смотрим на сайте Оурии, там сейчас 4 ребенка активно, которые сопровождаются. Четыре всего. На всю страну. На всю страну. А они работают от Сибири до Калининграда практически, да, чё с такой идёт по всем городам. И какие там цифры, Володь, собранных денежных средств? Ну, смотрю, они круглые в основном. 10 тысяч, 8 тысяч, 6, 200, 11 тысяч. 10, 8, 6, 10, 11, вот 17, вижу, самая большая, 17 тысяч рублей. Ну, вот такие цифры, они практически, ну, вообще не существуют. Обычно необходима помощь, которая исчисляется сотнями тысяч рублей, например. Миллионами. А когда сбор идёт, там до копейки всё учитывается абсолютно. И вот представьте, такая организация на всю огромную страну в общей сумме, там, если мы посчитаем, до 60, ну, 100 тысяч рублей на всех этих детей собирает. Вы поверите, что со всей страны за год, я не знаю, за сезон собирается столько, за день? Я даже сейчас скажу, это отчёт с августа 16-го по май 17-го. Меньше года. Ну, практически за год. Якобы столько собрали. Вот надо задуматься, сколько в карманы ушло этих денег. Так почему такое возможно в нашей стране до сих пор, Владимир? Проблема в отсутствии всё-таки внятного, на наш взгляд, вменяемого до конца законодательства. То есть мы видим объём средств, которые сейчас собираются. Мы видим пример там глобуса, да, вот в год по 3 миллиона и 17-й год, и 16-й год, да, Павел, мы знаем было. То есть это объём средств, которые добрые люди действительно хотят передать детям. Это только вот через одну сеть. А вообще объём этих средств, он, ну, огромен. Огромен, и хорошо, что в последнее время люди стали больше проявлять там сочувствие, да, и мы видим через СМС огромные средства. У нас в Кировской области ведь собираются многими, на самом деле, достойными фондами средств, и через ящики и по СМС. Вот, но, к сожалению, это предмет пристального внимания и тех людей, которые, собственно говоря, ищут себе там Наживы. Средства заработка, ну, наживы там, да, денег. То есть вот если взять любую там бизнес-структуру, я сейчас приведу на другом примере, ну, например, вы хотите, ну, не знаю, производите какую-нибудь там, ну, черепицу, например, да, то есть вы должны организовать производство, организовать головой офис, производство, потом вы делаете офисы или представительство в областных центрах, например, да, вы там менеджеров садите, там старшие, потом еще продавцы, то есть вот вы создаете такую сетку, но при этом вам нужны и материальные ресурсы, и так далее, и так далее. И вторая-другая схема, при которой вы делаете то же самое, то есть вот пример, да, этих веселых девушек столетий, у них есть старшие, у них есть точка в городе, у них есть там определенный график передвижения, значит, у них точно такая же раскинутая сетка не только у нас, а по остальным, только вы ничего, вам не надо производить для того, чтобы собирать деньги. У вас точно такие же там менеджеры эти деньги собирают другим путем. Вот, и точно так же вся эта цепочка получает свои проценты, о чем уже много сказано о том, что... Да, они сами не стесняются говорить об этом. Да, о том, что вот сразу, как только вы положили в этот ящик там 100 рублей, из них уже там, ну, по разным данным, от 10 до 30 до 50 рублей сразу уходит этому же сборщику, который с этим ящиком и ходит. То есть не надо строить иллюзии о том, что все, значит, эти люди, они там волонтеры. Но потом же его не проконтролируешь, сколько он там собрал и сколько он отдал на челюсть. Это первый этап, да, то есть дальше, ну, а дальше идет вся цепочка вот так называемой инкассации, которая существует на примере вот системы Глобуса, о котором рассказал Павел, там идет внутренний учет, как они говорят, у нас есть комиссия. Какая? Своя. То есть сколько... Это говорят те фонды, которых мы вот на улицах собираем. Которые на улице там, своя, то есть тот из них. У нас своя выемка, своя инкассация. И мы там дальше передаем. Сколько и как, не знает никто, кроме них самих. Как бы в чем проблема? В прошлом году мы очень много об этом говорили. И чем они пользуются? Ну, во-первых, у нас любой фонд может тратить до 20% от собранных средств на свою уставную деятельность. Ну, то есть на текущую деятельность, на зарплату своих сотрудников и так далее. Определить, сколько это 20% и сколько из них там собирается очень сложно. Поэтому очень многие вот прикрываются этими 20% то, что мы не обязаны до копейки. Вот то, что мы сегодня собрали. Вот, например, собрали сегодня 10 тысяч. А задается вопрос, а почему вы отправили там на такой-то счет только 8? Они говорят, так мы... Вот у нас 20% есть. Или мы сегодня не отправляем, потому что вот они все войдут в эти 20%. Проверить там впервые вообще какую-либо деятельность этого фонда, вот, отнесящуюся к финансам, можно только через год. То есть по большому, мы это объясняли, по большому счету ты можешь работать год, собирать, и никто тебе не задат вопросов, сколько ты собираешь, каким образом и что у тебя осталось в итоге. Вот, поэтому в итоге у нас остаются вот эти данные, которые вывешиваются на сайт, там, 10, 8, 13 тысяч рублей, которые говорил Владимир, и вроде все хорошо. Докажи обратное, что это не так. Как бы проще работать с ними, когда первое начинает привлекать, ну, то есть первые вот эти же гражданские киевисты, которые начались у нас год или даже полтора назад, там началось то, что были несовершеннолетние, у них не было согласия родителей, вот это, вот этот момент сыграл, да. То есть тогда можно было привлекать ОМВД для проверки деятельности этих организаций? Да. Есть еще моменты, которые, но они не так часто, потому что там эти люди, понимая, какой объем средств они могут собрать, они тоже в своей деятельности тщательно готовятся. Но вместе с тем иногда всплывают факты, как буквально там совсем недавно в Пермском крае, когда были, был выявлен факт сбора средств на несуществующего ребенка. То есть здесь вот это мошенничество чистой воды. То есть было подтверждено, что такого ребенка просто нет, не существует. И здесь проще. По всему остальному, значит, они ходят, каждый из них трясет папочкой, в которой несколько листочков, в частности гражданские активисты о том, что у них есть регистрация, вот этот поселок маленький у Ярт в Красноярском крае, у других какой-то другой, у третьих еще что-то. Вот, но вот в первую очередь нужно задуматься, особенно вот эти у нас два-три активных агрессивных фонда, там семь жизней, там еще что-то сейчас зашло. Вот, что делает здесь уже там какая-то вполне взрослая женщина из далекого города, не с Кировской пропиской, представляющая фонд еще какого-то города, которая там бегает здесь, собирает деньги, говорит, что она там активистка, волонтера, и приехала к нам из благих соображений, побуждений, вот собирать средства именно здесь, на вот этого ребенка, который там далеко и крайне нуждается в этой помощи. Что она здесь делает, точно так же, как несколько там или несколько десятков ее коллег, которые вдруг внезапно высадились на территории нашего города. Давайте тут вот очень уместно напомнить еще раз нашим слушателям, что все устойчивые, надежные, благотворительные фонды Кировской области, российские фонды еще раньше крупные, подписали публично декларации о несборе денежных средств на улицах, в автобусах, в общественных местах, вне организованных, официальных, заранее заявленных мероприятий. Не собирают. Вот запомните раз и навсегда, потому что сбор идет только еще раз там через мероприятия, которые анонсируются заранее и будет сказано официально, что там будет осуществляться сбор, только через учреждения определенные, например, через сети магазинов, не только глобус сейчас собирает тоже, но, кстати, не мешает поинтересоваться, кстати говоря. Расскажите, покажите, как вы взаимодействуете, но на сайтах этих компаний всегда вся информация отражена. Вот просто запомните, что на улицах не собирают фонды деньги, просто так. Это крупнейшие фонды, началось это с 300 крупнейших фондов по стране, включая все самые известные, там, начинают подарить жизнь и так далее, и так далее, и так далее. Как раз подписали декларацию о противодействии мошенничеству в сфере сбора средств и о несборе наличных средств через ящики копилки, через ящики для пожертвований на улицах, в транспорте или где-то еще, в неорганизованных акциях. Что такое организованные акции? Это заявляется, когда у нас здесь, например, вот в этом месте на театральной площади такой-то день проходит Добрая ярмарка. Это мероприятие, которое организует, например, детский фонд администрации города Кирова. У нас Добрая ярмарка в прошлом году была организована практически всеми кировскими фондами, которые подписали вот эту декларацию и заранее было сказано, как раз, когда елка открывалась большая. А просто так ходить по улицам с этими ящиками ни один фонд не станет последние уже три года. Владимир Владимирович, давайте конкретно совет Вы дадите людям, которые сталкиваются с этими сборщиками. Вот мой метод, это полное игнорирование. Извините, мне некогда, я прохожу. Ну, есть несколько моментов, психологически тоже разные. То есть есть люди, которых там ничем не проймешь, вот как эти достаточно агрессивные женщины из Тольятти, которые там привыкли, они не в первом городе отрабатывают, они не в первом городе их прижимают. И там следующие, они знают, что отработают, поедут дальше. Поэтому с ними, там говорить бесполезно, они очень, это взрослые, там люди с устойчивой психикой, там, и достаточно агрессивно настроенные. Ну, что говорить-то? Одна минута. Но при этом, ну, первое, игнорирование. Второе, все-таки доносить до общественности, вот, и до тех молодых людей, которые сейчас выходят на улицы, о том, что, уважаемый, ты в сентябре выйдешь там в школу, выйдешь в институт и так далее, как ты будешь смотреть в глаза своим и насколько тебе, там, я говорю, там, через год, через два, ты подумай, вот, сейчас до какого-то ребенка это не дошло. Вот ты сейчас сразу срубил там столько-то денег там, ну, достаточно легких, да, срубил, но ты чуть-чуть вырастешь, ты начнешь понимать, что это, ну, нехорошо. Это не добро, это обман, с которым ты сталкиваешься. И насколько тебе вот эти минимальные легкие деньги, которые ты сейчас получил, они тебе облегчат жизнь там в будущем. Да, то есть я ссочу, что там подростки, на самом деле, я уже вижу, что очень многие, в том числе вот и наши сотрудники холдинга реагируют очень четко, потому что они подростки, ты заботишься об их будущем, и ты говоришь, ты знаешь, что официально фонды не свирают на улицах деньги, ты сейчас занимаешься незаконной деятельностью, в любой, ты в опасности, ты в опасности, имей в виду. Хорошо, мы будем говорить и впредь о том, какую, как выработать собственную систему отношения к благотворительности и культуру, да, и поведение в этой сфере. Благодарим наших гостей Владимира Шабардина и Павла Гуртова. Немной разворот завершен. Владимир Сметанин, Светлана Занькова. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok